Всем привет! Еле успел. Бегаю, бегаю. Заказов полно. Обычно в четверг у меня спокойный день, а сегодня прям какой-то дурдом. У всех дни рождения, какие-то праздники, народ гуляет, отмечает дни рождения, свадьбы, жюбилеи, похороны. Так, я не пойму, я в Афере или пока еще нет. Да, уже в эфире. Все, народ уже у нас. Рассказываю, что заказов очень много, поэтому немножко опоздал, но это не страшно. Я понимаю, что вы меня потеряли, но я вот уже с вами. Очень много сейчас детских тортов, свадебных нет, но детские, дни рождения, юбилеи. Кому 50, кому 125, кому 3, кому 2. Короче, народ отмечает мир рождения. Что в ресторане, кто дома, кто на пляже. Сегодня решил с вами сделать очень простой тортик. У нас его заказывают каждый день. Называется он Тутти Фрути. Это итальянский торт. А французы называют его не торт, а тарт. Почему торт? Потому что тоненькое песочное тесто. Тоненькое песочное тесто, примерно где-то 1 сантиметр. Так, я пока не пойму, нормально. Висит эфир, висит эфир. Так, вы мне напишите, нормально или отключиться заново, присоединиться. Напишите, как слышно, как видно. Что-то у меня тут ничего не идет. Никита, это публикации. Может быть, что-то с интернетом. Жоржи, или интернет-маршбе? Тихо, бонжук. Бонжу, привет. Подвисает, подвисает. Привет из Санкт-Петербурга. Привет, привет. Елена Боробей. У нас активно печет и готовит. Печет и готовит. Очень много. Все пошагово выкладывает. Так, сейчас нормально, да? Можем продолжать. Нормально. Ну и хорошо. Молодцы. Значит, смотрите. Немножко задержались, потому что много было всяких дел, тортов, разных днурождения. Кому 50, говорю, кому 3, кому 25, кому 105. Поэтому делаем торт. Франк, бонжур. Бонжу, Атуз, привет. Привет, привет. Франк делает медовик. Какого франк? Вы не делаете, Алекс? Я франк гернирую медовик. Медовик. У нас их заказывают очень много. Заказывают много, поэтому делают. Так, сегодня мы будем делать торт Бреттон. Называют французы Бреттон. Почему? Потому что это на основе песточного теста, в котором очень много сливочного масла. Очень много сливочного масла. И в основном идут желтки для разрыхления. Есть такая местность в Афганске, называется Бреттон. И там очень сочная зеленая трава. И выращивают там коров, которые дают большое количество молока. И чтобы это молоко не пропадало, делают из него сливочное масло. И поэтому это Бреттонское масло сливочное очень популярно во Франции. И отсюда и пошло название вот этого теста песочного. Называется Бреттон. Бреттань, Бреттон. Как бы, вы понимаете. Так, ну что, поехали. Все готовы. Значит, смотрите. Берем мягкое сливочное масло. Так, я тогда сейчас поставлю миксер сюда. Прямо закончил взбивать сметану. Ставлю миксер сюда. Рецепт я уже вложил. На главной странице, смотрите. Поехали. Поехали, поехали. Выбрали баланс. Так, смотрите. Берем миксер. Вяжу. И взвешиваем. По рецепту 165 грамм сливочного масла. Сливочное масло должно быть мягким. Если у вас из холодильника сливочное масло, достаньте порезе на мелкие кубики и немножко подогрейте его на плите, но не до жидкого состояния. Смотрите, 165 граммов сливочного масла. Смотрите, оно должно быть мягким. Видите? Мягкое пивочное масло. 165 граммов. Здрасте, здрасте. Все отлично. Все все отлично. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Дальше. Делаем. Тарт. Бретон. Фруктовый торт. Тарт называется буки-фрукты. Все фрукты. Значит, смотрите. 160 граммов сливочного масла. Сюда мы добавляем 130 граммов сахара. Сливочное масло. Сливочное масло должно быть мягким. Сливочное масло. Щепотку соли. Обязательно. Потому что сахара достаточно много. Поэтому щепоточку соли добавляем. Чтобы тесто не было пресным. Добавляем также ваниль. Так, сейчас добавим по ваниль. Ваниль, ваниль, ваниль. Вы берите ванильный сахар. У вас жидкой ванили нет? Возьмите ванильный сахар. Ванильный экстракт. Привет из Санкт-Петербурга, из Запорожья. И вам тоже большой привет. Так, смотрите. Ваниль добавляем или ванильный сахар. Начинаем взбивать. Рецепт очень простой. Взбивать можете. Так как это песочное тесто, то вливаем венчик. Можете взбить, а не венчиком, а лопаткой. Вливаем венчик. Сливочное масло, соль, сахар и ваниль. Взбиваем до тех пор, пока масло не станет пышным и лёгким. Воздущий. Я взбиваю на максимальной скорости. У меня тут сейчас на пятёрке взбивается. Сливочное масло, сахар, соль и ваниль. Привет из Одессы. И вам тоже больше привет. Надеюсь, море тёплое. У вас там можно купаться. Так, значит, обвешиваем муку. 230 граммов муки. Муку возьмите любого сорта. Можете высшего, можете первого. Добавляем в дачае разрыхлителя. Разрыхлитель. Можете взять соду. Масло сливочное, 160 граммов. 160 граммов. И Днепр с нами, и Крым с нами, и Мацельск. С нами. Вот. Пранка. Жорсель, буду мадыть. Чайная ложка. Добавляем в муку. И потом всё это перемешиваем. Добавляем в муку. Брюле? Да, я не знаю, Алекс. Я говорю, ну что, сгорело? Нет, я не знаю. Он говорит, что у меня никогда не сгорело. Это вы. Вы что-то из-за брулей. Ха-ха-ха. И как раз. Да. Жоро. 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 Мне начальница писала большой список, что мне нужно сделать, но я про них забыл. Она знает, что я кручу, как в девятком колесе, и пишет, Саша, как там бисквиты? А я про них забыл. Нормально. Она меня включает. А цвет-то у них какой? Они вообще как пугать стали. Я кричу, какой, какой, черный. А ваниль и бисквит даже... Я вижу. Надо рассказать историю? Да. Но в день я объяснил, что я улетел, что у меня много работа, и у меня обидел. А да, это происходит. И потом вы бросаете. И мой chef, он сказал, что у меня нет краски. И я смотрел, что у меня нет краски. Чоколад? Чоколад краска. Англия нас приветствует и вам тоже большой привет. Итак, смотрите, значит, перемешали разрыхлитель с мухой и мы берем 230 граммов. Перемешали хорошо, если вы берете соду, то ее нужно обязательно гасить либо лимонным соком, либо пупчатом. Когда вы берете соду, то ее лучше добавляйте в желтки или в яйца. Привет из Калифорнии, что печем? Мы сегодня печем фрутовый тарт, называется Тути-прутти. Тути по-итальянски это все, фрути это фрути. Такой ягодный летний тарт. Называется он тарт, а не торт, потому что основа это песочное тесто. Потом вы используете либо заварной крем, либо какой-то конфитюр. Итальянцы обычно используют абрикосовый конфитюр, можете мариновый конфитюр положить, можете вообще взять нутеллу, намазать этот порш, который мы сейчас готовим, либо вареную сгущенку. И в зависимости от того, какая начинка, вы используете соответственные фрукты. Допустим, если вы возьмете нутеллу или вареную сгущенку сверху на этот порш песочный, то тогда вы можете положить, допустим, перчики хорошо сочетают, сабрикосы, груша с нутеллой или с вареной сгущенкой. Если вы, допустим, используете малиновый джем сверху, то можете положить красные фрукты. Можете любой джем взять, апельсиновый, абрикосовый, сливовый. Сливы сейчас пойдут, можете с сливовым, абрикосовым конфитюром с мандой, все-то выложить сливы, можете вишни выложить, все, что хотите. Нью-Йорк, 3 часа ночи. Вот вам не спится. Кефир сохраню, сначала в ленте будет висеть, потом будет висеть в этом, на IGTV. Я все потом туда все переношу, поэтому смотрю. Итак, смотрите, берем 3 желца, берем яйца, 3 яйца, отделяем белки от желтков. Как отделять? Удаляем яйцо от яйца. Вот так, вот так. Перекладываем туда-сюда. И отделяем при желтках. В тесто бретон идут только желтки. Потому что, если вы добавите яйца, то яичный белок, он тянет до теста, и оно будет зубовое, как камень. Ну, как песочное тесто. Ну, как бы, и поэтому добавлять только желтки, оно будет рассыпчатое. И за счет того, что здесь не долго сливочного масла, вы потом попробуете. Оно будет рассыпчатое и очень нежное. Добрый день из Польши. География, конечно, огромная. Так, смотрите. Я немножко покручу, чтобы из боков снять сливочное масло. Итак, смотрите. Сливочное масло и сахар взбиваем. Добавляем постепенно три белка. Добавляем чай зубка. Все это перемешиваем. Вы, Франки, сынок по апрель 3-4 положили. Да! Спасибо за новый баттер! Что вы говорите, Горж? Вы посмотрите? Вы посмотрите. Привет, Дали? Спасибо за новый баттер! У меня есть сток на баттер? Да, да. Смотрите, добавили... Добавили чек Алекс и Горж. Добавили три желтка. И продолжаем взбивать. Мука у нас уже готова. Подготавливаем кондитерский мешок и насадку. Смотрите, у меня большой ассортимент трубочек. Я беру самую толстую. Самую толстую. Какой тут диаметр? Сейчас я беру. Диаметр у меня тут шестнадцать. Видите, шестнадцать. Гладкую трубочку ладники. Толстую. Можете, конечно, размазать ложкой, но лучше, конечно, чтобы была одинаковая толщина. Поэтому я всегда делаю при помощи и политор. Далее. У нас есть такие колитки. Они у нас одноразовые. Ну и дваразовые. Вот такой пальчик. кондитерский мешок. Остается. Отрезаем. Отрываем. И вот такой кондитерский мешок. Мы их не кипятивно, не моем. Просто выбрасываем. Так что они у нас все одноразовые. Раньше на производстве нам приходилось их кипятить, сушить, толпачки тоже. Сейчас никто этого не делает. Вот такие одноразовые кондитерские мешки. Они в рулоне. Очень удобно. Вставляете любую толпачку в насадку. Смотрите и отрываете. Готово. Так, это готово. Смотрите. Масло. 160. 130. Сахара. Соль. Ваниль. Запомнили? Потом 3 желтка. И в конце добавляете 230 граммов муки. Так, добавили острый кисель. Там мы последнюю муку. Вводим муку. Это типа песочного теста. Но для того, чтобы она была легким воздушным, нужно будет хорошо есть сливочное масло с сахаром. Когда добавили желтки, тоже нужно прям хорошо скушить. И потом можно просто аккуратно на медленной скорости перемешать. Вот так готовится тесто Бретон. Заметьте, здесь яйца нету, только 3 желтка. И поэтому основу этого теста составляет сливочное масло. Сливочное масло. Сливочное масло, поэтому оно надевается Бретон, потому что очень много сливочного масла. Оно получается рассыпчатым, легким и морковным. Все перемешали с мукой для однородности. И в мотору плечо. Долгое намешивать не надо, потому что можете затянуть тесто. Оно у вас должно получиться вот такое. Сливочное масло. Такое песочное тесто. А с мукой просто перемешать для однородности. Взбивать не нужно. Такое тесто называется тесто Бретон. Тесто лук в кейтах, правильно? Дэди плек? Санкат рван? Да, это зеклёр, Chef Алексей. Окей. Дорога. Может, по-принципе, русский? Да, да, да. Но я русский не знаю, Алексей. Я не знаю, что я русский язык и говорю именно на русском языке. Так, смотрите. Что вы готовите? Мы готовим брутовый ягодный тарф. Он, который называется фрукти-фрукти. Сейчас мы замесили тесто, которое называется тесто Бретон. На основе сливочного масла. Это тип песочного теста. В принципе, можно сказать, что это песочное тесто. Но оно очень такое мягкое. Вот такое есть песочное тесто. Это песочное тесто. То есть я выкладываю в кондитерский мешок. Оно достаточно такое плотное. Если вы не сможете его отсадить, да, в принципе, знаете, что я вам предлагаю? Можно поставить его в холодильник, оно немножко подмёрзнет. Потом скалкой аккуратно раскатать. В принципе, лёш делает так. Он не любит из мешка, да? Выдавливает, потому что ему тяжело. И он ставит в холодильник, где-то подмерзает. И он потом раскатывает на машинке и вырезает кругом. Ну, как бы, я так никогда не делаю. Я всегда ставлю из мешка. Хотя тесто очень, в принципе, такое плотное. Видите? Он говорит, что для него очень проще на машине раскатывать вот это тесто, а для него, мне кажется, проще вмешаться. И что будет очень ровно всегда. Он любит, что всё будет ровно. Поэтому, видите, сколько людей с отременением. Ну, как бы я его не переделываю, хочешь так, делай, делай так. Как бы я по-своему делаю. Так что, видите, у них тут командир лояльный. Никого под себя не перестраивает. Новые медали клеили. Какие медали клеили? Три кадры, Chef Алекс. Три кадры? Да. Три огромные торты сегодня. Первый, все по-своему. Главное, Алекс. До свидания. Видите, вы заказали медали клеили. Дорф Катаяц, нам склеили. Так что медали клеили очень популярные. Хотя находимся мы далеко, в Монте-Карло. Но всё равно всем очень нравится медали. И это не зависит от национальности. Их заказывают и леванцы, и американцы, и немцы, и русские. Так что... Такая вот история. Поставил листы кечки горячие, я за него схватлю. Поставил листы к клеили. Правильно. Ну, если не вдни бсяли... Руками. Руками будет очень тяжело. Попробуйте венчиком подбивать сливочное масло с сахаром. Конечно, будет тяжело. И потом добавьте желтки и муку. Перемешайте. Родина торта какая. Посмотрите в интернете, откройте медовидные. Думаю, что наверняка наши славянские народы, потому что очень много было сметаны, потому что как бы сельскохозяйственные, все-таки странно раньше были, деревенские, готовили молоко, которое списал и делали... Мне бабушка рассказывала, что они делали медовик на сковородке. Как бы они его жарили. Был мед, были яйца и мука. Они добавляли в тесто еще сметану, соду, перемешивали и жарили коржи на сковородке. И потом склеивали их сметану. И вот такой торт им назывался медовик. Поэтому вот такая история. Так. Сейчас я возьму грыгамент. Грыгамент на риске используем между сторонами. Грыгамент. Сейчас я возьму кольца. Как в какого диаметра войдет кольца. Ну, наверное, такого. Макна. Прям где-то нужно документы подписать. Али-изинь. Без подписи, без мая, ничего не проходит. Спасибо. Спасибо. Как вы говорите? Спасибо. Спасибо. Магали, viens dire «Бонжур». «Бонжур». Магали, это наша бугалка. Это кто? Это по интернету. Я не знаю. Так, смотрите. Я взял два кольца. Диаметром. Диаметром сейчас я возьму. 20 сантиметров. Диаметром. Диаметром сливочного масла. Значит, немножко сливочного масла возьмите. Мочи смазать растительным. Чтобы тесто не прилипло. Но оно, в принципе, не прилипнет, потому что в самом тесте много сливочного масла. Внутри смазываем масло. Так, 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 так. Ну что, поехали. Так, смотрите. Биллион. Это не бритон, Франц? Может, это как он сам? А, да, да. А, да, да. Вы не имеете в виду лимону? Ну так, что? Да, да. Вы не имеете в виду лимону, это не возможно? Да, это не возможно. И в руле, это не возможно? Да. В руле, это не возможно? Да, возможно. Если мы тут пригоем, то мы будем. И мы тут все как-то. Диаметром. Смотрите, отсаживаем. Вот, есть мешка. Оно очень плотное, такое. Поэтому, если вы боитесь, то можете положить в холодильник. Немного подождать, и потом раскатать скалкой. Я не хочу сдать. А если вы будете слишком много подпылять мукой, то оно затянется, и будет достаточно плотное и дубовое. В принципе, смотрите, мне хватило вот этого количества теста на один порт. Второго мне как-то не понадобится. Так что, это все на один. Вы можете сделать два небольших. Если будет неровно немножко, или там криво-коряво, не беспокойствуйте. При выпекании с детства все равно станет ровно. Вот, видите, отсадили, у меня немного там торчит. Не заморачивайте, прям пальцем, так раз-раз-раз-раз, или ложкой. Подровняйте. Оно очень мягкое тесто, послушное. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем диаметр, у меня 20. Возьмите любой диаметр, который у вас есть, 22, 26, если какой вы хотите. У меня вот этого количества теста, видите, все ушло на диаметр 20. Возьмите 22. Духовку разогреть до 180 градусов. И выпекайте, поставьте на 120. Так, это у нас готово. Теперь мы приготовим с вами, ну, примерно где-то, я думаю, что сантиметр-полтора. Да, это все зависит от того, какой у вас диаметр трубочки. Это можно. В комбинации, Франк, а сантиметр у сантиметра дми? А сантиметра дми, да. Ну да, где-то полтора сантиметра. Тесто должно быть полтора сантиметра. Оно у вас поднимется еще в духовке, оно будет примерно где-то 2-2,5 сантиметра. Потому что мы хорошо взбили сливочное масло. Мы с вами добавили разрыхлитель. Поэтому тесто поднимется очень хорошо. Температура 180 градусов 20 минут. Окей? 180 градусов 20 минут. Это тесто называется тесто бретонно. Тесто бретонно. Поняли? Поехали дальше. Приготовим заварной крем. Для заварного крема нам понадобится молоко. 200 литров. Мы с вами уже готовили. Заварное тесто. Заварной крем. В прошлый раз, помните? Нам понадобится одно яйцо. Видно, желток был. Хорошо. Сразу поставим к петлице молоко. Молоко. Взял молоко. Молоко обычное. Там 2-3 процента. Берем в кастрюлю. И отрезкаем 200 грамм молока. 200 грамм молока. Видите, у нас с вами все происходит в режим реального времени. Ребята, работаю. Ребята, устралили мы с вами готовы. Стуки-круки. Мне кажется, это интересно. Не просто я один стою и сам с тобой ля-ля. Так? Что-то происходит в устралили. Вы любите готовы мель, Франко? Да, я люблю. Я думаю, тебе нравится медовик. Он говорит, да. Это фрай, это блюдо. Сейчас ты ля-ля. Да. Про сукры. Ну? Да, немного. Я говорю, сладкий. Он говорит, но немного сладкий. Он говорит, что это медовые коржи, конечно, они сладкие. Но ему очень нравится. Так что, видите, медовик пошел в народ. Все его знают. На улице даже некоторые останавливают, говорят это. Спасибо за медовик. Поняли? Тесто уже стоит в духовке. Сейчас мы готовим заварной крым. 200 граммов молока ставим на плиту. И доводим закипение. Доводим закипение. В раме. Добавляем одно яйцо. Одно яйцо. 50 граммов сахара. Крем мы на медовик используем сметану. 60% на 1 килограмм сметаны. Мы добавляем 300 граммов сахарной пудры. Просто взбиваем сметану с сахарной пудрой. И все. Можно сахарной пудрой добавить 200 граммов. Так, классно. Так, значит, одно яйцо. 50 граммов сахара. У нас на улице плюс 36 градусов. Все в тени. 32. Встреча было 36. На кухне у нас... Мне сейчас холодно. Потому что у нас уже стоит огромный кондиционер. И для кухни и для кухни. Встреча? Для кухни? Да. Здесь и для кухни. Это нормально. Это нормально. У нас тут огромный кондиционер стоит. И, в принципе, нам нормально. Так, значит одно яйцо, 50 граммов сахара перемешиваем, добавляем 10 граммов, эфир сохраним, когда будет 55 минут, я его сохраню. Добавляем 10 граммов муки и 10 граммов крахмала, 10 граммов муки, там чуть-чуть, койли франковые. Обязательно добавьте кукурузный крахмал. Очень интересно наблюдать за работой где-то в залетном у нас. Смотрите, крахмал, я использую кукурузный крахмал Майдена. Можете взять мандамин, 10 граммов крахмала, перемешиваем. Сейчас сварим заварной крем. В ванильный крем можно добавить немного ванили. Перемешайте, чтобы не было комочков. Хорошо, хорошо перемешайте. Крахмал лучше использовать кукурузный, он будет более такой нежный. Так, немного ванили, ванили и сахара. Видите, мы используем экстракт ванили. Перемешиваем. Значит, идем варить крем. Идем варить это. На какой режиме кукуруз выпекаете? Поставьте вверх-вниз. Нормально стоит, все хорошо. Запись будет, все сохраню. Можно добавить ореховую пасту. Куда, в тесто? Тесто лучше не надо. Лучше добавьте в крем. Дежабхе, джоржин. Он будет уже готов. Так молоко уже кипело. Смотрите, кипящее молоко добавляем в яйца. Перемешиваем. И все выливаем молоко. Сушим. Заливаем молоко. И добавляем. Довольте прикипение и добавляем. Достаточно прикипение и добавляем. Потом его нужно быстро разводить. Я уже говорил, что вместо заводного крема вы можете использовать гущёнку варёную. Можете использовать гуцеллу, шоколадный крем. Можете использовать гуцеллу, лимон, апельсиновый, априкосовый, ягодный крем. Все, что хотите. Основа у вас будет височная, тесто-бретон, а начинка, крем вы можете сделать любой. Вот такой у меня заводной крем. Его нужно будет охладить. Поняли? Значит, берём лоток. Вкладываем сюда крем. Сейчас, через какое-то время, тесто уже будет готово. Мы его немного охладим. Крем он открою до остыни. И потом в трубку уже выложим сверху. Так, пищевую плёнку берём. Можно использовать творожную начинку тоже. Смотрите, можете... Если вы будете использовать творожную начинку, то там очень много влаги. Тогда вот этот корж, или тем, как наносить творожную начинку, не очень много, нужно будет смазать мягким сливочным маслом. Либо его немного растопить. И кисточкой аккуратно, вот этот выпеченный корж, смазать кисточкой растопленным маслом, но лучше всего мягким кисточным. Вот это смазать. Для чего? Для того, чтобы образовалась жирная плёнка, которая не позволит влажности пройти вовнутрь термина. Держи. Без кого дискутейси. Я говорю, что вы тут это устроили? Переговоры. Как пролине соединить с кремом? Как просто в заварной крем добавляйте пролине. Венчиком перемешиваем. Все. У нас сейчас с вами длиннее есть. Вот смотрите, заварной крем выбираем в холодильник. Убираем все со стола. И ждем пока тесто выпечется. Я пока с вами поболтаю. Так что, видите, все очень быстро. Откручивается тесто. Мы замесили за 10 минут. 20 минут оно выпекается. Здесь только сварили заварную крем. Можно смазать растопленным белым шоколадом, допустим. Или черным. Мы, допустим, когда в Метрополии делали песочные корзинки с заварным кремом и ягодами. Тоня, привет. Жоржи. Как вы говорите? 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 Да. Мы брали песочные тарталерки. Готовые. Смазывали их растопленным шоколадом. Потом ставили в холодильник. Только потом наносили заварной крем. Выкладывали свежие ягоды. И сверху их глазировали конфитюром. Поняли? Чтобы песочное тесто не размокало от заварного крема. Или любого такого нежного крема. Потому что иногда мы делали со взбитыми сливками. И песочное тесто, вы понимаете, от сливок оно отсыревает и начинает разваливаться. Поэтому смазать шоколадом тоже хорошая идея. А этот фартук мне такой подарили. Знаете, компания не забыла. Монако. Сент-Оноре Монако. Сент-Оноре. Есть такой торт. Сент-Оноре, помните? Монако. И вот они у нас тут в Монако сьют. Сфартыку. И мне уже подогнали ступи-3. Такие модные. Видите? Джинсовые. Очень удобно. Смотрите. Он здесь на заклепках. Раз. Можно сюда. И здесь у меня тоже. Видите? Все на заклепках. Здесь у меня вырос немножко живот. Вырос немножко живот. И видите как удобно. Ижи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. Видите? Такой этот. Вы закрываете. И потом здесь уже в зависимости от того, какой у вас размер, вы уже раз и все удобно, все поцелуй, аппекабно. Аппекабно. Лежан де мандресе. Легян, это бьи. Легян, это бьи. Легян, это бьи. Легян, да бьи. Видите, все на заклепках. Тут есть кармашки тоже. Хочется это положить сюда. Так что такие нам фартики подогнали. Очень удобные для работы. Модный может быть джин. Это джинца. С джинцевой рукой. Давай. Так что получился у нас один круг. Так что я вам сказал, для того, чтобы тесто оставалось хрустящим, можете смазать либо мягким сливочным маслом, поставить в холодильник. И потом, за этой пленкой, жирной, уже у вас не будет влага проходить песочный эффект, и оно не будет отсыревать. Либо смажьте шоколадом. Так. Не все формы. Все формы. Так. Так что. А у меня размер постоянно меняется. Сейчас лето. Особо никуда не хожу. Очень жарко на улице. Я даже на пляж. Парсов. Перед дома, как кондиционерам, смотрю. Сериалы. Сейчас посмотрю сериалы. В средня называется «Певица». Рубейца Орва Магалина. Акстибуку. Певица, певунья, певица, певица, 30 серий, я чуть не отчимел смотреть этот сериал, но меня так захватило, и я смотрю без остановки, нон-стоп, и мне уже море не море, погода не погода. Я Франку обещал порезать торт шоколадный, а пока с вами это, и он уже взял это, на меня так косо смотрит, так что, мальчику папре, франк по кунтан, франк по кунтан, шоколадный торт, сейчас надо его порезать, потом я порежу после мастер-класса, а ему все надо, и Франк, все хорошо организовывается, и я не очень хорошо организовывается. Я всегда организовывается. И Chef Алекс, и Chef Алекс, всегда сюрприз. Постоянно пьем воду, не забываем, утром не завтракаем, до ветра должны выпить одну бутылку воды, чтобы все лишнее из вас выпила и ничего не накапливали. Фред, это наш доставщик тортов, когда нам нужно будет доставить торты, мы ему звоним, у нас нет своего в штате водителя, поэтому, если есть какая-то доставка, торт нужно доставить куда-то. Сегодня доставка у нас шоколадного торта в отель до Парижа. Мы ему звоним, он приезжает на машину специальная и разводит торт. Так что очень удобно. Так что бухгалтер у нас в магазине приходила. Выслать и документы проверила, все забрала, ушла. Водитель пришел, кто-то забрал, ушел. И у нас только, вот мы работаем в Торше, справка, и ехать доставка в магазине. Так что, когда берем, у нас тоже не в штатке. Мочу их держать в штатке, хватит за вкладку. Вот так прошло. Когда масло, да? Ну, и тут, и по полу, и по полу, и по полу. Так 20 минут прошло. Я думаю, что я поставлю еще на 10 минут. Поставлю еще на 10 минут. Значит, будем выпекать 30 минут. В принципе, это тесто можно было разделить на 2. Тогда у вас тесто будет немножко потоньше, и у вас может получиться 2. Поэтому вот такая вот история. Давайте я пока, наверное, отключусь, пусть он допечется. Я все-таки пока тут заряду все. И через 10-15 минут мы с вами подключимся и продолжим делать сорт. А я пока подготовлю фрукты. Это будут киви, это будут абрикосы, клубника, то, что, 5-10. Надо сохранить эфир, иначе он следит. Так, я сохраняю и увидимся через 15 минут. Спасибо.